Русская традиция Мероприятие собрало почти тысячу парней и девушек, которые пришли сюда поиграть в пейнтбол, пробежать кросс и поучаствовать в мастер-классах. Без времени 90-х и 2000-х годов проходит. Молодежь хочет как-то уже, пусть это может быть пафосно, но идеологизироваться. Они хотят стремяться к чему-то светлому, настоящему, потому что они устали от сублимированных, от виртуальных каких-то ценностей, которые пытались их вогнать на протяжении вот этих десятилетий. Молодежь, она чувствует генетически, что нужно что-то делать. Молодые люди здесь не только ради спорта. И простые зрители, и сами спортсмены уверены, здоровый дух – залог здорового тела. Именно благодаря их усилиям на Хадынском поле была восстановлена часовня Архангела Гавриила, снесенная в 20-х годах прошлого века. Мы предлагаем свои ценности. Мы не говорим, будьте православными завтрашнего дня. Нет. Мы говорим, ребята, вот мы вот такие, посмотрите на нас. Вот у нас такие ценности. Вот наши семьи, вот наши дети, вот наши поступки и дела. Если они вам нравятся, будьте с нами. А если вам это чуждо, ну тогда мы вас не призываем стать такими, как мы. Гости приняли участие в мастер-классах именитых чемпионов по различным видам единоборств. В том числе чемпионы мира по кикбоксингу Алексея Папина. Я смотрю, молодежь больше тянется в спортивные залы. Знаете, это сейчас даже спорт именно. Все как-то тянутся в моду, да, чтобы было модно. Спорт сейчас стал модным. Для тех, кого перетягиванием каната уже не впечатлишь, организаторы пригнали военные внедорожники. Вес этого автомобиля 3,5 тонны. В связке их 3 штуки. Тянет их один человек. Но, тем не менее, это намного легче, чем восстанавливать нравственные и духовные ценности, чем и занимается движение 40-40. От каких-то удовольствий отказаться, конечно, легче, чем себя контролировать психологически, душевно, стараться соблюдать заповеди. Это, конечно, непросто. Там собрались красивые, молодые, добрые люди, которые хотят процветания нашей страны, патриоты, законопослужные граждане. Я думаю, опора будущей России. У нас хорошая молодежь. Надо с ней общаться, надо с ней идти, разговаривать с ней на том языке, на котором она понимает. Эксперты говорят, что для того, чтобы у молодежи были правильные ориентиры, кроме таких активистов, как 40-40, возрождение традиций и здорового образа жизни должно взять на свои плечи все общество в целом, начиная со школ и заканчивая СМИ. Только так мы сможем воспитать следующее поколение полезным для страны, но главное – счастливым. И простые зрители, и сами спортсмены уверены – здоровый дух – залог здорового тела. Именно благодаря их усилиям на Хадынском поле была восстановлена часовня Архангела Гавриила, снесенная в 20-х годах прошлого века. Мы предлагаем свои ценности. Мы не говорим «Будьте православными завтрашнего дня». Нет. Мы говорим «Ребята, вот мы вот такие, посмотрите на нас. Вот у нас такие ценности. Вот наши семьи, вот наши дети, вот наши поступки и дела. Если они вам нравятся, будьте с нами. А если вам это чуждо, ну тогда мы вас не призываем стать такими, как мы». Гости приняли участие в мастер-классах именитых чемпионов по различным видам единоборств, в том числе чемпионы мира по кикбоксингу Алексея Папина. «Я смотрю, молодежь больше тянется, спортивные залы. Знаете, это сейчас даже спорт именно. Все как-то тянутся в моду, да, чтобы было модно. Спорт сейчас стал модным». Для тех, кого перетягиванием каната уже не впечатлишь, организаторы пригнали военные внедорожники. Вес этого автомобиля 3,5 тонны. В связке их 3 штуки. Тянет, которые пришли сюда поиграть в пейнтбол, пробежать кросс и поучаствовать в мастер-классах. «Без времени 90-х и 2000-х годов проходит. Молодежь хочет как-то уже, пусть это может быть пафосно, но идеологизироваться. Они хотят стремяться к чему-то светлому, настоящему, потому что они устали от сублимированных, от виртуальных каких-то ценностей, которые пытались их вогнать на протяжении вот этих десятилетий. Молодежь, она чувствует генетически, что нужно что-то делать». «Молодые люди здесь не только ради спорта». «Один человек. Но, тем не менее, это намного легче, чем восстанавливать нравственные и духовные ценности, чем и занимается движение 40-40». «От каких-то удовольствий отказаться, конечно, легче, чем себя контролировать психологически, душевно, стараться соблюдать заповеди. Это, конечно, непросто». «Там собрались красивые, молодые, добрые люди, которые хотят процветанные наши страны, патриоты, законопослуженные граждане. Я думаю, опора будущей России». «Русская традиция – бой стенка на стенку. Одно из любимейших развлечений на Руси с незапамятных времен. Попробовать себя в кулачном бою в наши дни в Москве мне удалось на мероприятии «Православие и спорт», организованном движении 40-40. Их задача – восстановление духовных и нравственных традиций в России. Вытащить молодежь из социальных сетей, компьютерных игр и уютных кафешек в такой дождливый и холодный день – трудная задача. Но, тем не менее, мероприятие собрало почти тысячу парней и девушек.